Ежедневно почти 3,5 тысячи американских детей и подростков закуривают свою первую сигарету. При этом 850 из них становятся курильщиками, начиная курить каждый день. Сегодня же дети говорят нет. Русскоамериканская стоматологическая ассоциация проводит конкурс детского рисунка уже третий год подряд. И с каждым годом его популярность среди юных художников растет. Я нарисовал вот это. Выглядит очень просто, но я много над этим работал. Конкурс проводится в рамках обширной кампании по предотвращению онкологических заболеваний полости рта, головы и шеи, в которую также входит бесплатная диагностика и рекомендации по лечению. В этом году число присланных работ превысило тысячу. Рисунки были вынесены на суд строгого жюри и рассмотрены в трех возрастных категориях. Лучшие из лучших были изданы в виде специальной брошюры на радость детям и их родителям. Мы решили, что дети – наше будущее, а также все родители очень любят своих детей. Поэтому, апеллируя к детской аудитории, мы надеемся достучаться и до их родителей. Ну и к тому же гораздо проще чего-то не начинать, чем потом останавливаться. Торжественная церемония награждения победителей сопровождалась выступлениями детских музыкальных коллективов. И, конечно же, лейтмотивом вечера стала борьба с табаком. Люди курят, потому что это плохая привычка. Им это даже может быть не нравится, но они привыкли, потом легкие стареют, и тебе нужно ложиться в больницу. От курения можно умереть, и это очень дорого, так что можно вообще остаться без денег. Если я кто-то вижу, я говорю, не надо курить, и я не буду слушать, кто думает, это надо. В наше время это уже даже не модно. Сейчас важен твой стиль в одежде, или то, как ты относишься к людям. Раньше было достаточно покурить сигарету, и тебя уже зауважают, как будто ты уже взрослый. Но теперь этого нет. В моей семье все когда-то курили, и они были как сумасшедшие, и кричали, чтобы не говорить им, что делать. Важно не курить, чтобы быть здоровым, и чтобы не умереть. Если ты не куришь, ты не умрешь. Это правда, что вопросы жизни и смерти, связанные с курением, дети воспринимают несколько буквально. С другой стороны, если с раннего возраста у ребенка вырабатывается столь ясное понимание, что курить – это плохо, скорее всего, повзрослев, он и сам курить не станет, и друзей своих отговорит. Общение детей друг с другом – это лучшее орудие в борьбе с курением, и обмен мнениями через искусство придает ему еще большую силу. Ребенок, использовавший свою собственную фантазию, чтобы предупредить товарища о вреде курения, будет услышан другими детьми лучше, чем если бы это были родители или учителя. Наталья Романова, Олег Верник, НТВ Америка, Нью-Йорк.